Привет, я Даллас Дженкинс, создатель фильма «Избранные». Я хочу ответить, возможно, на самый важный вопрос для вас и для всех зрителей сериала. Какой подход к писанию используется при создании фильма, и можно ли ему доверять? Это видео будет чем-то вроде символа веры сериала «Избранные». Итак, если у вас есть вопросы или опасения по поводу фильма, или если у вас есть друг, который сомневается, смотреть ли ему или нет, это видео для вас. Хочу сразу кое-что прояснить. «Избранные» — это повествовательное кино, а не документальный фильм. «Избранные» также не являются церковью или некоммерческой организацией. Сериал не связан с какой-либо конфессией или религиозной группой, и он не может служить заменой священному писанию. Это просто сериал. Однако это не освобождает нас от того, чтобы все делать правильно. Мы обязаны относиться к этому серьезно. Все-таки речь идет о Божьем Сыне. Речь идет о фильме, берущем вдохновение из священного писания. И у вас есть все основания задавать вопросы, особенно если учесть, как сейчас много материалов, рассказывающих о Библии и при этом искажающих истину, или являющихся оскорбительными. И вы не знаете, кто руководил этими проектами, разделяли ли они ваши ценности. Вам важно знать, кто участвует в создании фильма, и мы это понимаем. С самого начала проекта мы получили множество вопросов, критических замечаний, что и следовало ожидать. Наиболее распространенные. Почему среди актерского состава и съемочной группы есть неверующие? И не прибавляем ли мы к писанию? Разве в откровении не сказано, что мы не должны этого делать? И хотя я евангельский верующий и отвечаю за содержание, у нас есть евангельские верующие, расстроенные тем, что с нами участвуют католики. Есть католики, обеспокоены тем, что я не католик. Некоторые обеспокоены тем, что в проекте мормоны участвуют, в том числе в дистрибьюторской компании. И некоторые из их друзей-мормонов переживают, что они позволяют евангельским верующим руководить проектом. Да и в самом евангельском сообществе есть опасения по поводу некоторых формулировок, начиная с названия сериала. Меня могут спрашивать, я кальвинист, или я модалист, или тринитарист. Вы можете потом посмотреть эти термины. Людей волнуют подобные вопросы. И нам нравится, что у них такое отношение к фильму. Итак, чтобы вы знали, мы относимся к этому фильму очень серьезно. В прошлом году мы ездили в Израиль, чтобы все изучить и подготовиться. И Бог ясно положил мне на сердце и многим другим, что этот фильм – одно из высочайших призваний нашей жизни. Бог очень ясно дал понять, что я должен взять на себя ответственность, рассказать историю его народа со всем усердием и посвященностью. Теперь, что касается лично меня, хотя сериал не обо мне, об этом чуть позже, я руковожу созданием контента, так что позвольте кратко рассказать о себе. Я был воспитан в консервативной библейской традиции, получил библейское образование в колледже. Я верю, что Библия – это Слово Божье, и что она не нуждается в улучшении. И консультанты, с кем я советуюсь, также считают, что Библия – это Слово Божье, и она не нуждается в улучшении. И как я уже говорил, но повторюсь, этот сериал не является заменой Священному Писанию. Мы пишем об этом в титрах в самом начале первой серии. И если мы дополняем исторический, культурный или художественный контекст, или придумываем предысторию, это ничего не меняет в самой Библии. Библия есть Библия, Писание есть Писание. Так вышло, что я евангельский верующий. Но, как я уже говорил, фильм не связан ни с какой официальной церквью или религией. Конечно же, фильм рассказывает об одном иудее, и о его последователях, иудеях. Поэтому я буду придерживаться их историй, и не буду навязывать свою религиозную позицию. Сейчас я расскажу вам о принципах, лежащих в основе нашего проекта. Во-первых, актеры, съемочная группа, а также наши дистрибьюторы и маркетологи – это более 200 человек. И мы не требуем, чтобы все они придерживались евангельской точки зрения. Мы даже не требуем, чтобы все они были верующими. Оставаясь верными содержанию, мы менее требовательны к тем, кто помогает его создавать. Представьте, если бы Голливуд был дистрибьютором первого сезона, это не сделало бы содержание фильма лучше или хуже. Судите по содержанию. Подумайте о христианских проектах, которые вам нравятся, будь то какой-то фильм или книга, или даже сама Библия. Например, если бы вы хотели, чтобы Библия была передана вам, или, скажем, народу Ирана, вы расстроились бы, если бы тот, кто ее печатал, не поддерживал ваше богословие? Если бы вы узнали, что водитель, который привез Библии, был неверующим, или ходит в другую церковь, разве вы стали бы меньше доверять этой Библии, если бы услышали, что тот, кто делал ей переплет, принадлежал к другой религии? Что если человек, который ее доставил в другую страну, пошел на огромные жертвы и придумал такие способы доставки, которые бы вам в голову не пришли? Будь то Библия, фильм или книга, разве вы были бы менее благодарны, узнав, что эти люди не согласны с вашим богословием или даже не являются верующими? Конечно же, нет. И это наш подход к избранным. Не должно быть компромиссов по содержанию, но и не должно быть компромиссов по профессионализму и рабочей этике. И кто бы не был в актерском составе, в съемочной группе или в дистрибьюторах, он поможет нам достичь этой цели и сделать бескомпромиссный, впечатляющий проект высокого качества, чтобы донести его до как можно большего числа людей, независимо от их вероисповедания или его отсутствия. Я могу вам сказать, что наши актеры и съемочная группа, и дистрибьюторы, и маркетологи истекали кровью, потом и слезами из-за этого проекта. Они хотят, чтобы фильм достиг всех уголков мира и делают все возможное. И в отличие от большинства дистрибьюторов, наши не требуют от нас никаких изменений по части содержимого. Они сами рады распространять то, что мы делаем. Такое случается крайне редко, и мы очень благодарны. Во-вторых, что касается написания сценария и самого контента. В первую очередь, мы обращаемся к Евангелию. Надеюсь, это заметно. Хотя Библия не единственный источник сведений о культуре и истории Галилеи первого века, очевидно, что наш первый основной источник — это Евангелие. Кроме того, мы уделяем большое внимание молитве, поскольку я и мои соавторы и моя семья хотим, чтобы в смирении и послушании мы находили наилучший подход к изложению. И молитва нам очень помогает. Затем мы передаем сценарий нашим библейским и культурным экспертам, чтобы обеспечить наибольшую библейскую, историческую и культурную точность. Это подводит меня к третьему пункту, который заключается в том, что этот проект не основан на какой-либо религиозной традиции или конкретной точке зрения. Он основан на Евангелиях и исторических сведениях. При проработке каждой сюжетной линии мы руководствуемся не конфессиональными вопросами, а следующим. Если берется сцена из Библии или из истории, мы спрашиваем, произошло ли это так, как мы это описываем. И если мы добавляем художественный вымысел, мы спрашиваем, правдоподобно ли это? Соответствует ли это характеру героев или, по крайней мере, духу Писания? Если это так, то мы считаем, что этот фильм послужит тому, что зрители еще больше полюбят Писание. Почему? Потому что каждый день нам пишут сотни людей, что они еще никогда не были так увлечены Библией, как после просмотра фильма. Четвертое. Когда я составляю содержание фильма, а также все наши вспомогательные материалы, я не пытаюсь угодить или получить одобрение какого-либо человека или группы, включая комментаторов в социальных сетях и критиков. А их было много. Меня называли еретиком за то, что я работал с людьми других вероисповеданий или за то, что я сидел с ними за круглым столом на видео. Меня называли богохульником некоторые представители этих других вероисповеданий. Поэтому, когда вас волнует то, что я работаю с кем-то из другой конфессии или религиозной традиции, поверьте, их тоже спрашивают, почему они работают со мной. Но я об этом не думаю. Пока я поступаю правильно перед Богом, я не переживаю за критику. Единственные, у кого я ищу одобрение, это Бог. И очень часто моя жена. И вам не обязательно соглашаться с моими решениями или с решениями нашей команды, но как зритель вы должны хотя бы знать, что эти решения были приняты со всей серьезностью, с молитвой и были продуманы заранее. Поэтому, хотя я и не ищу одобрение от других, мудрость и смирение диктуют мне принимать во внимание мнения экспертов и тех, с кем я работаю. Я уже упоминал, что у нас есть консультанты. Среди них мессианский раввин, католический священник и ученый-евангелист. Вы можете увидеть их за круглым столом в других видео. Так вот, мы не ищем друг у друга одобрения, поскольку все мы, очевидно, не во всем согласны. Мы ищем информацию, чтобы нам принимать разумные и обоснованные решения. Кроме того, говоря о наших круглых столах, это крайне интересно узнавать разные точки зрения. Мне очень понравились эти видео, и они, думаю, тоже вам будут интересны. Одним из преимуществ является то, что столько раз во время проекта я узнавал что-то новое о разных конфессиях, что отличалось от того, что я слышал раньше. И это было захватывающе, а не опасно. Было так радостно во время работы над фильмом изучать другие точки зрения, обнаруживать, как много разных людей действительно любят Иисуса. Споры и разногласия редко касаются самих евангельских историй. И если этот сериал только поощряет уважительную дискуссию, это здорово. Однако это не означает, что мы идем с кем-то на компромисс. Я сосредоточен на самих историях, нежели на толкованиях, которые возникли позже. Я хочу закончить очень важной мыслью. В конечном итоге фильм должен говорить сам за себя. И вы должны составлять свое мнение о фильме, должны проверять, что он не идет против вашей совести и не противоречит характеру Христа или замыслу Писания. Я сам так делаю. Но если фильм проходит ваше испытание, и он вам нравится, то сосредоточьтесь на содержимом, а не на несовершенных людях, которые его делали, включая меня. Я просто несовершенный человек и режиссер, который пытается рассказать Божьи истории по-новому. Я готов к тому, что некоторые из моих богословских взглядов окажутся несовершенными. Вот почему мы пытаемся избежать религиозных толкований и просто сосредоточиться на Иисусе и на том, чтобы у нас получился замечательный фильм. Но будьте уверены, мы надеемся делать это в течение следующих семи или восьми лет, а может быть и больше. Мы очень ответственно отнеслись к тому, чтобы сделать фильм правильно и донести его до всего мира. И до сих пор этот процесс был настолько сложным, что мы были вынуждены смиряться каждый день. И это хорошо. Мы обещаем сохранить это отношение в течение всего проекта. И надеемся, что если вы нам доверяете, вы поможете нам в распространении этого фильма по всему миру. Спасибо.